Павел Пантелеевич Гусев, главный дренер футбольного клуба, Файгал Воронеж, Павел Пантелеевич. Поделитесь первыми своими впечатлениями, вообще как? Так, ну, соотношение сил на сегодняшний день и результат на табло после завершения этой игры соответствует раскладу сил, скажем так. Если брать по содержанию, я благодарен ребятам за то, что провели хорошую игру, немножко два разных тайма. Ну, связано это с одним моментом, что очень плохого качества поля, естественно, к нему нужно было привыкнуть. Вот первый тайм, как у нас не получалось, а второй уже так быстро атаки пошли, все, и счет соответствующий. За что я ребятам очень благодарен за игру, за результат. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые очень активно поддерживают команду. Ну, так вот, если взглянуть на игру вашей команды, я бы не сказал, что вам сегодня сильно мешало поле. Все-таки и счет убедительный достаточно, и моментов вы создали. Ну, достаточное количество моментов. В первом тайме, по большому счету, по большому счету, судьба матча должна была решаться в первом тайме. Мы имели три явных момента, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Но, опять же, с чем связано? Связано с качеством поля. Если Бирюков в моменте, когда он в конце первого тайма обязан был забивать мяч с линией вратарской, то два его выхода до этого и выход Заболотного практически один в один с качеством поля связано. Потому что, ну, мяч отскок не такой, катится немножко не так, сложно подстроиться под это все. Хотя должны форварды определенного класса, как Бирюков и Заболотный, должны были использовать эти моменты еще в первом тайме. Радует опять то, что забили мы три мяча со стандартных положений. Со стандартных положений. Как бы там ни было, пенальти это тоже стандартное положение. И вторую игру подряд забивает у нас со стандарта ребят, наигранный вариант. Все очень радует то, что ребята выполняют, то, что мы говорим и к чему готовимся перед играми в тренировочном процессе. У коллегов вопросов? Впечатление от матчей 0-4. Какое впечатление? Шикарные шутки? Нет, конечно. Я вот поэтому... Вот вчера тоже корреспонденты задают вопрос этому, тренеру Краснодара, или не позавчера. Что это там? Какой-то вопрос, он говорит, ну, какой комментарий? 0-2, мы проиграли, 2-2 сыграли. Ну, конкретно, какой-то раз вопрос, я отвечу. А это комментарий? Ну, что комментарий? 0-4. Какой может быть комментарий? Проиграли. Нет, я имею в виду, 0-4 соответственно. Ну, 2-0 достойный результат был. А последние два мяча уже... Ну, давай так. На табло 0-4? Да. А как ты его соответствуешь, не соответствуешь? Ну, соответственно, конечно, табло, соответственно, табло, матч законен, 0-4. Вот, я так понимаю, вопрос какой-то причины или еще что-то там какой-то, да? А так, ну, что ли? Согласны ли вы с этим счетом? Согласен. Ну, а как я не соглашусь? Согласен. Что тут говорить? 0-4 проиграли. Я и согласен с тем, что мы 0-3 проиграли и 0-4. Ну, какой-то вопрос задайте так, чтобы я мог на него ответить. Ну, охарактеризуйте тогда. О чем? Охарактеризуйте. У вас время есть? Нашей команды. Нет, вкратце. Еще вкратце. Вкратце 0-4. Безобразно играли в обороне, блядь, и безобразно играли в атаке. Вот весь характеристик. Если так, что она вам даст, ну, не знаю. Это характеристка. Конкретно. Спроси, чем-нибудь, я тебе отвечу. Нет. А, в первый тайм получше все-таки получалось? Нет. И сами чаще как-то подходили? Дело в том, что когда первый тайм, силы еще есть. Поэтому игроки еще двигаются. После эмоций. Что такое? Не забили мячи, да? Попустили мяч, да? Пускай спинают, пускай как раз. Падает сразу эмоция. Эмоциональный фонд у игроков. Не у всех. Вот здесь и сказывается опытность игрока или, будем говорить, классность игрока. Класс. Если игрок классный, он не обращает внимания на счет, потому что играет 90 минут. И он обращает, наверное, на счет, когда приходит в раздевалку. Некоторые даже, может, тогда им только напоминают, что вы выиграли или не поиграли. Это нормальный профессиональный уровень. А когда игрок будет поддаваться на гол, на это, ну, это игра. Вы в дворовый футбол играли когда-нибудь? Ну, вы на каждый гол, что? Да, вот так. Все равно дворовая игра заканчивается тогда, когда, ну, все устали, все, пошли пить пиво. Да, кто будет там? Ну, тогда результаты оглашаются. А так вы играете. Браздники же, они неправильно говорят. Вы их сколько можете, мы, наоборот, сколько умеете, а мы сколько захотим. Это футбол игра. Это неспроста вот эти поговорки. Их надо правильно понимать. А иначе так, ну, что. Если сказать, что какая причина приводит к таким результатам, ну, то, что мы ноль в графе забитых, я вам скажу, что вот это лишний доказатель, что футболисты на тренировках неправильно работают. То есть работают, ну, я их направляю, ну, к примеру, нашего, будем говорить, звездного футболиста Селиванова. Заметите, он забил пять мячей всего. Всего. Он больше не забьет. Потому что он на тренировке перестал работать. Когда футболист говорит тренеру, ну, в индивидуальной беседе, я не нагружаюсь на тренировку. Ну, вправиться в своих упражнениях или в содержании я не сомневаюсь. Потому что я все рассказываю и могу вам рассказать, для чего, как делается, чего мы там, допустим, совершенствуем, хотя это слово не для нашей команды, а там, ну, будем говорить, отрабатываем, да? Ну, а если я ему говорю, вот, Александр, штрафная 16 метров. Все, что в штрафной, надо наносить удары по цели ворота, да? Все, что там вблизи штрафной, надо наносить. Привожу пример. Что такое 16 метров, да? Это же, ну, ребенок в 16 метрах забивает гол, да? Он владеет и слева, и с правой ноги ударом. Как найти ситуацию для пробития поворота, наверное, это, ну, должен сказать, ну, нападающий, так? Я же ему не буду рассказывать, как тебе корпус, как обыграть, как... Создалась ситуация, надо наносить удары. Даже тот передач, который он сделал на дальнюю штангу, о поварнице, ну, наверное, я больной, и то бы забил мне этот мяч. Ну, это, знаете, как вот со стороны смотрится. Но это все результат того, что, когда поварнице выходит, допустим, один... Ну, вот, дается упражнение, там, играть штрафная, двойворот штрафная, да, играть 3 на 3, да? Я вам произвожу. Задача какая? Как можно больше забить мячей, как можно больше наносить ударов. С любой позиции. Штрафная, 16 метров. Вот это и отрабатывается. Они в этой штрафной все, что угодно делают. Что-то там под себе, ну, полотерцы, под себя от себя какие-то передачи, но не делают того, что им рекомендуют тренеру. Без этого не получится ничего. Поэтому результат ноль. Ну, если мы его забиваем, то мы его забиваем случайно. Или еще раз доказывать, что этот элемент нужно отрабатывать. Что графа мячей у нас сзади, вы посмотрите, какие ошибки мы делаем постоянно, ну, с вашей командой. Ошибка пинать. Перед этим проникающая передача в штрафную площадь. Это, ну, видно, что сейчас будет проникающая. Как она? Это игрок должен предвосхищать события. Есть такое понятие. Вот пошла сланга передача в центральную зону на игрока, да? Его начинает торопить игрок в центральную. Что ему делать? Он проникающую передачу делает за линию защитников в штрафную площадь. А тот просто бежит. Все. Это предупреждается. Это отрабатывается. Отрабатывается. Ну, я вам не буду сейчас это говорить. На установке сказано, что проникающие передачи не должны достигать соперника. Что это для этого сделать? Я говорю, значит, надо эту зону быстро отдать или сузить. Два варианта. Больше нет. Если мяч через тебя перелетел, ну, значит, надо отдать. Если между, значит, сужать. Передача пошла. Выбегает. Мяч катится вот линия. Он катится вдоль ворот на линии. Игрок делает подкат. Говорится, подкаты в штрафной делаются. Ну, слово аккуратное, наверное, вам непонятно будет. Правильно. Как? Не в мяч надо играть. Если ты делаешь подкат в мяч, он должен быть на 200%. Если ты сомневаешься или не успеваешься катиться, надо вдоль. И вы видите, смотрите вот это. Пример лигу, да, любую. Вдоль. В защите кого. Но он никогда не будет подкатываться в мяч. Потому что любой вот защитник провокации толкнул мяч. Просто толкнул, а он попал в ногу. Пен-актив. Что и было здесь. А вдоль положи ногу. Вот покатись. Уже этот игрок, он будет делать паузы. Перебить эту ногу в кратчайшее расстояние. Очень сложно, да. Он делает паузу, а бровка уже здесь. Все. Вот все, что нужно сделать. Игрок делает подкат в мяч. Правильно тот игрок. Даже ему не надо ничего делать. Он просто мяч пнул и подставил ногу. Все. Все пен-др. Вот. Это первый. Следующие моменты. Игрок на второй пенальти. Ну, я уж извините, перепрыгаю. Делает поперечную передачу. Я понимаю, если вот говорится, передача должна из пункта А в пункт Б прийти быстро и точно. Ведь это все понятно. Иван Даш, да. Но игрок делает эту передачу. На тренировках это отрабатывается. Останас говорит, почему ты делаешь передачу, к примеру, защитник делает полузащитника. Вот он ее делает, она приходит и приходит вместе с обороняющим игроком. То есть, игроку времени нет. Вот он принимает мяч, а игрок уже вырос. Кто виноват? Виноват тот, кто дает. Он дает неправильно. Он ее дает, она еле-еле приходит, а игрок уже все, не дает этому делать. Все. А если ее сильнее точно, уже будет задача игрока, который принимает. Как он его обрабатывает или с уходом как-то делает. Понимаете, вот у нас игрок получает, а поперечная передача, она вообще запрещена. Она будет тренерами футбола. Так он мало того, что он не делает передачу правильно, он ее еще делает поперек. Мяч-то он вообще даже не докатился до игрока. Я понимаю, он сильный долб, а этот игрок прочитал и обокрал этот мяч. Сильные передачи, еще этому игроку надо мозгом рассчитать, как ее перехватить. Наверняка сильный мяч бы он отскочил от него. Судя по всему, могли бы там что-то делать. А он ему точно выхотел от латак. Атака вышла. Все. Пенальти там уже что, этот-то позвал, тот-то позвал, но это страховка тоже. Это уже сложно, но все равно. Также угловой стандартной ситуации. Ближние штанга. Ясно, что она на дальнюю будет сбрасываться или биться поворотом. Игрок прозевал, прозевал. То есть вот такие ошибки, я их называю детской, юношеской спортивной школой. Ошибки. Обидно, что делают эти игроки, которые пришли в профессиональный футбол. Я их спрашиваю, зачем? Вы выбрали себе профессию. Профессия у вас какая? Журналист. Вы выбрали, вы ее добросоверство выполняете, вы знаете, что делать, да? Ну, мелкие, может быть, ошибки какие-то, корректировки, но вы все равно ее правильно делаете, да? Ну, любой, вот он, он, ну. А вы зачем пришли в футбол? Потому что вы не понимаете, вы не умеете, вам все рассказывают. Ну, зачем вы выбрали профессию футболиста? Вот так, чтобы играть, я считаю, это неправильно. Поэтому сейчас вот они, ну, кто уже там к 30 лет, вот они сейчас закончат, и профессии у них нет. Нет его. А молодой парень, вот Бажутов, 95-го года, он себе выбрал эту профессию. Я говорю, зачем? Пока не поздно, иди учиться и получай себе специальность. Зачем ты будешь вот это, промежуток времени там от 20 до 30 лет, 10 лет убивать футбол? За которые ты, я не хочу там сказать, что ты не хочешь, ну, не знаю, как это слово назвать, не можешь, не умеешь, черт ее знает, зачем? Чтобы вот он сейчас здесь у меня поболтался, а, тренер это, сейчас он мне наговорил, пойдет другую команду, там тренер очень не знает. Ага, ладно, 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 сбор пройдет, все нормально, играть начинает, все. Один матч хорошо, два хорошо, а их надо 30 сыграть. И достаточно будет на уровне. Все, получается, что он не выдерживает. Зачем выбирать профессию футболиста? Не пойму, не пойму. Вот я выбрал профессию тренера, я обучаю. Как бы они, плохо мы проиграли, все равно я говорю, обучаю, требую. Поэтому они со мной сейчас, некоторые воспринимают, как в штыки. Я злить футболиста не могу. Злить. Я начинаю, раз, два, одно и то же. Ну, злиться, да? Я своему сыну раз сказал, два сказал, три сказал. Он говорит, да пап, отстань ты от меня. Ну ты что? Я говорю, хорошо, это твоя жизнь. Я тебе говорю, или так, или так, выбирай. Все. Его жизнь. Но здесь они заключили контракт, они знали. Что им? Ничего. Как они всегда им любят? Три зарплаты, и мы пошли к другому. Три зарплаты. Мы что у нас берем, чтобы через месяц вам три зарплаты заплатили? Так что здесь вот так вот вопрос. Такой вам, ну, будем философией в этом. Как из этой ситуации выходить, я вам могу сказать. Очень просто. Это надо менять игроков. Что бы мы ни делали с вами, ну, я просто скажу по-моему, что бы мы ни делали, все равно не боги горшки обжигают, а именно футболисты. И найти профессионала, который будет играть в футбол. Вот. Как играть? Ведь я сомневаюсь, что там Слуцкий рассказывает там кому-то, что, как обыгрывать, как перемещаться, что-то там, или такие тонкие вещи, как там бить поворотом, или что нужно. Я не думаю, что он это делает. Вернее, я знаю. Он расставляет игроков, дает ему векторное направление. Ну, направление векторное, это в каких там зонах играть как. Как перемещаться, отрабатывать. Ну, все то, что делаем ему здесь, да. Но уровни игроков разные. Одному сказал, вот, даже Пожемякину, который у нас играл в центре 13-0, совсем другой футболист, видно, старается, играет по-другому. Хотя он защитник, да. И жизнь заставила его перевести в центральную зону. У него есть, да, свои дни, ну, Дима, вот так. Теперь, что касается вашей команды, ну, я бы не сказал, что я в восторге от вашей команды. Я единственное, что это, рад, что вы, будем говорить, выполнили задачу. И вы ее выполните. Потому что уровень футбола сейчас, ну, извините, я не хочу сказать, так как оно есть, уровень вообще российского футбола в второй лиге, ну, если центральная зона с таким уровнем, то... А вам желаю успеха. Конечно, я надеюсь, что ваша команда там будет приобретать футболистов. Вот. И будет играть, и болельщики у вас хорошо реагируют на вот это. Ведь футбол, я уже говорил вот Александру Анатольевичу, что футбол, вот, не надо никогда строить иллюзии там. Для чего? Команда мастеров. Чтобы вырастить футболиста и продать его, еще какие-то вот эти утопические... Никогда такого не должно быть и не будет. Футбол, испокон из Римской империи, он... Народ, что же, хлеба и зрелища. Футбол, это зрелище. Если мы зрелище доставляем болельщику, то они будут ходить и смотреть. Вот. Не те, которые приходят фарами там, еще это не болельщики, это хулиганы. А футбол разбирается, он видит, он живет командой, он знает, кого взяли, всю его биографию, всю историю команды знает. Он приходит на трибуну не поорать, а посмотреть и поддержать команду. У вас это и есть нормальные у вас болельщики. Вот. Но команду вам, конечно, надо укреплять. Я не хочу сказать, что там тренер, не тренер. У нас это дело не в этом. В игроках. Ведь мы, тренера, что, что-то выдумали, уже достаточно велосипед уже давно выдумали. Схема, которая возможна, я не знаю, кто там еще что-то. Ну, вот голландцы там пять защитников. Знаете, пять защитников уже давно играли. Ну, при предыдущении на чемпионате мира. Но для того, чтобы схему нарисовать, нужны исполнители, да? Ну, что тут говорить. Любая схема, она трансформируется. Я вам уже историю новую не скажу. Поставил 4-4-2, один выдернулся, уже не 4-4-2, а 4-3-3. Все. Это игра идет. Поэтому номинально ты поставишь, а дальше как пойдет игра, ну, как ситуация расскажет. Это все тренер говорит. Ну, в частности, вот, как мы готовились. Я говорил, что, да, в такой схеме играет команда. Но это не говорит о том, вот у них, допустим, два центральных полузащитника, они в течение игры могут и сыграть один вверху, один сзади, да? Два нападающих, они так же могут, один играет чуть ниже, а другой чуть выше. Ну, правильно расстановлено, исходящая из хановки 4-4-2. Поэтому все это предупреждалось. Ну, как бы, вы, мы видите, куда зашли, уже более такая, ну, мы изначально-то что делаем? Вот не выполняется. Одному говорю, не давай мячу, левому защитник, говорю, вверху мяч, у тебя фланговый игрок, атакующий, атакует правозащитник, к примеру, вашего, да? Ты что здесь делаешь? Ну, выходи и перекрывай другому ближе. Он говорит, а у меня здесь игрок, а он тебе защитит, мяч-то где? Ну, в общем, такие вещи будете. Ну, так же, как и с пенальтами, и сочинами. То есть здесь я, честно говоря, уже вам высказал, что здесь ситуация выйдет только одна. Надо менять игроков. Просто надо вот, ну, здесь тоже кто пойдет и кого найдешь. Сейчас идет, вот, нас поставили в этой рамке. Ведь, посмотрите, играем все равно в один и тот же период. Что лето-весна, что весна, осень, что все равно мы заканчиваем практически одинаково, ну, плюс там пару недель. А график для нас поменялся очень плохой. Вот сейчас будет перерыв полгода. Что мы будем делать с футболистами, которые хотят? Да? А между кругами, там, три недели, ну, неправильно. Неправильно. Потому что мы заключаем контракт, и вот эти вот три недели, они должны быть переходными. А вот шесть месяцев, где мы можем посмотреть игрока, узнать, ну, как и было, да? А после с ним заключить контракт на год. А тут три месяца наставят такие рамки. Вот, ну, я набрал их, и что? Как я, если бы я видел, что у меня Селиванов, которого я сначала отдал, он там разучился играть в пензене, после его взял его реанимировать, говорю, Саш, давай, позанимаемся с тобой правильно. Он говорит, да мне уже на тут же 30 лет. Он говорит, если бы меня устроили кавериану, я говорю, я же тебе не одел кадром, бля, устраиваю тебя кавериану. Ну, в общем, вот так вот, понимаете? Беседовать можно очень много, но я вам скажу заключительную фразу. Самое главное, что России это не нужно. Вот вам нужно, мне нужно, еще там кому-то, на местах. А России в целом не нужно, потому что все знают, как чего, но ничего не делают. Я уже вам говорил, наверное, когда у вас там был. Ничего не делают. Все знают, как, но не делают. Боятся. Все очень просто. Зачем вам в школу идти? В футбольную школу зачем? Я не знаю зачем. Вот молодые ребята доходят до определенного уровня, там в сборную попадают, и все. И все, дальше мы... Зачем? Ну, зачем вам брать молодых футболистов, да? Когда, если бы у вас была какая-то задача российская, да? У вас в сборную вошел бы там игрок, или вы там был бы воспитатель, кто-то, да? Или там какие-то... А вам что? Вам нужно что? Зрелищ. Вы возьмете сейчас игроков хороших, я надеюсь. И будет народ ходить, и правильно сделаете. Потому что Факел Ладонич в пример лиге был, и вы вышли. То есть, хорошо играл не воспитанник, а эти, будем говорить, истории ваши. Шмаров, да, ваши? Ну, Валера. Вот, это все, ваша история. И я горжусь этим тоже. У каждой команды должна быть своя история. И мы свою историю делаем. Но не получается. У нас... Ну, мы стараемся. Мы скоро 20 лет в этом футболе будем. С 96-го у нас команда. Вот, дожигал мы до 16-го. Ну, просто. Не из-за того, что критическая ситуация. Ну, 19 очков, я думаю, это не критические очки, где надо падать на последнее место. Ну, где-то 14-е место, я думаю, все равно мы на этом остановимся. Потому что с таким подходом, как футболисты сейчас играют в футбол, ну, не только в своей команде. А наберешь молодых, лучше не будет. Лучше не будет. Я вам говорю, тогда вообще зрители вообще отгоним, как только молодых мы берем. Они вообще не будут играть в футбол. Будет простая беготня. И тогда какой болельщик сюда придет. Смотреть на оголтелых футболистов, вот этих ребят, которые бегают. Ну, это, вон, опуститесь, чемпионаты посмотрите. Они там даже лучше там будут. Поэтому все это утопии. Давайте молодежь, давайте эту утопию. Нет, нужны игроки для того, чтобы... Нужны игроки, нужно средства. Это естественно. Будут средства, будут игроки. Но, вот здесь я вам еще раз говорю, я так вам и но-но-но и ухожу. Ведь баллы мы, избаловали их мы, игроков. Вот посмотрите. Я не знаю, там ваш зарплаты, ни к чему. Я думаю, что зарплата футболистов, даже во второй лиге, не соответствует игре. Я, когда был 18 лет, я играл во второй лиге. Ну, играл, я не говорю, что я великий игрок. Ну, играл там, в дубле поиграл, где-то там, период небольшой был в торпедовском. Здесь, во вторых лигах, да, там, «Москвич», «Торкмаш», «Колос», «Поблоград», «Води». Вот так вот, при обмене Каннабака. Вот там, я помню, не забуду, никогда, Маш, мне 18 лет, я играл против Ореха Зуева. Там были, ну, я говорю, там имена были большие. Ну, мне, в частности, Попаев попался в центре. Я играл с Попаевым. Я просто, сейчас такой игрока, ну, конечно, не найдешь. Его вообще в премьер-лифку, детки, такой. Делал все быстро, точно, я с задницы не вставал подкатывать, что только не делал, кусал, бил его, блин. Он даже, вот, он, может, его и не помнит, он никогда грубого слова, он понимал, что против него играет молодой. Он там, знаешь, бьет, кусает, да, торопит. Значит, надо быстрее все делать. Я не успел, он ничего делать, он примет и отдаст. А впереди играл Сочнов и Гельманов. Гельманов, если вы помните, торпеда такой, здоровый, крепкий, нападающий. А воротах Елизаров, у него рука, как две моих, если не больше. О, там были, конечно, и все возвращались в премьер-лиги, с первой лигой, во второй, там была вторая лига. А мы играли, там как-то. И первая была, представьте этому. Поэтому сейчас, даже, ну, при таких ситуациях, и это мое мнение. Я бы сейчас вообще вторую лигу перевел на южеский футбол. Но если не получается так, что тут кормить человека? Я понимаю, мы выполняем задачу пенсионного значения. Он там поиграл, в пенсию сюда, во второй, ну, в пенсию сюда, ну, тогда ты должен быть выше здесь. А если ты, нет, чтоб у тебя учились молодые. А если нет, ну, тогда лучше молодые пускай. Ну, вот, Спартак сейчас первый идет, да? У нас был, каким, в десятом, в шестом или в седьмом лиге. Там первый идет. Правильно они с центра убрались. Да. Сейчас выбрал. Зачем первую лигу? Не могу. Не, можно так понять, что все шкуры первой лиги выше, чем второй лиги. И там, если игрока ты опустил, допустим, с премьер-лиги, лучше ему в первую играть, чем во второй. Это понятно. Ну, средства, если там не считают деньги, то это нормально. А так смысла не имеет. Так что вот так, я бы с вами говорил-говорил, но извините. А почему с Кашаемом был прерван в контракте? Ну, с Кашаемом, во-первых, был неудачный выбор мой. Я его, когда мы год назад от него отказались, ну, будем на трансферс, его забрал в север. Ну, там он вроде себя начал проявлять, но я думал, что это все пошло в положительную сторону. После он там травму получил, начал себя восстанавливать. И когда у нас период был, вот, переходной чемпионат в чемпионат, ну, как бы... Три недели вот таких. Да, 92-й год, в общем-то, о нем хорошее впечатление там есть, Пав отзывался, мы с ним созванивались. Ну, думаю, может быть, что-то изменилось. Взяли его, а там не только изменилось, там еще хуже стало. Хотя 92-й год, ну, Спартаковская школа, концерн Динамо, скажу. Поэтому держать его, ну, будем так говорить, он еще травму получил, которую мы ему помогли залечить, ну, мы же не благотворительное общество. Поэтому мы ему предложили, мы тебе услуги даем, поэтому ты расторгаем контракт. Он согласился в это все. Значимость его невелика. Я вам говорю, здесь больше 60% команды. Вы же видите, кого не меняют, еще хуже, еще хуже. Ведь не от того, что тренер, что меняет, чтобы хуже сделать? Нет. Единственная замена, это вот сделал вратаря, молодого постер, потому что у нас там лимит был с Бажутовым. Ну, надо было срочно убирать, молодой парень. Все, психика ненормальная. Пенальти сделал, и пошло через его фланг. Но он у нас был один в лимите. И Маев сломался, а Бажутов. Поэтому вратаря поставили, перестроили. То есть, Хашаеву есть смысл уходить, да, получается, несмотря на травму? И ему какой смысл было расстрагать? А он не попадает. Он даже не в состав, даже на тренировочном процессе. Смысл? Нет. Смысл, ну, вы поймите, смысл какой уходить? Сидеть ждать по контракту он мог, отсидеть. Не сыгнул. Ну, мы же по-человечески. Он получил травму. Ну, мы что, обязаны ее лечить? Он ее не в игре, он же не играет. Мы ему предложили такое. Это вполне нормально. Человек на это пошел. Мы тебе помогаем. Там операция стоит что-то около 100 тысяч. Мы тебе оплачиваем операцию, разрыв связок, и разрываем контракт по-твоему. Вот и все, что тут? Тут все по-честному. Тут обману никакого нет. А как вы? Они же сами не наберутся. На месте Селиванова я подошел и сказал, Анатольевич, я не могу здесь играть, да? Мне нужен другой тренер, у него контракт. Он, значит, он свои деньги будет получать. И немалый контракт по этому ученому. Нас это не устраивает. Я его так повоспитал, так выставил сегодня на игру. Вы же видите, что он там играет. И как он играет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok